Также любят эти экспериментаторы устраивать, чтобы человек поверил, что все как в фильме «Матрица» обстоит и все им подконтрольны. Однако это не так. Есть, конечно, нейросети, но не все еще к ней подключенные. В основном это все театры купленные актеры. А так они на самом деле хотят сделать «Матрицу». Для этого на нас и тестируют тайминг. Жертвы действительно подключают к нейросети и пробуют ей управлять. Весь их карточный домик можно развалить. Если начать быть непредсказуемым и перестать проговаривать свои мысли, так как они записывают нашу речь, отсюда и чтение мыслей, мыслить образами, быть спонтанными. Дело в том, что они этого и хотят. Моделировать будущее, для этого подкидывают разные мысли, маскируя под свои, проговаривают вашим голосом. Они творят будущее тем, что закидывают вам как бы ваши мысли, что делать и куда пойти. От этого они и пляшут потом. Не все еще подключены к этой нейросети и много еще тестируется и дорабатывается. Поэтому и существуют жертвы и обычные люди. Однако денег на этот проект выделено прорво. Поэтому среди действительно подключенных к общему улею людей существуют и актеры на зарплате, которые закрывают пока еще существующие дыры. Идеал, полный контроль, идеальный тайминг, матрица. Многие жертвы и в недоумении от этого, как так возможно, секунда в секунду он там вылез или машина проехала, то-то и оно. И да, я тоже в этой нейросети, только им не подчиняюсь. Также полно людей ничего не подозревающих об этом, простых там алкашей и наркоманов, которые просто размещают оборудование или травят газами. Продолжение следует...